Итак, продолжение следует. Мы договорились о том, что вот такую проймочку мы оставлять не хотим. Надо ее переводить к пройме рукава рубашечного. А вы знаете, что когда рукав рубашечный, мы вот эту проймочку делаем поуже, удлиняем плечо и углубляем саму пройму. Давайте все это сейчас и проделаем. Когда я хочу удлинить плечо, перейти к рубашечному рукаву, я всегда вот эти конечные точки поднимаю на сантиметр-полтора вверх. И рисую вот такое удлинение плечика. Это для того, чтобы была свобода. Любой рубашечный рукав он любит, когда он достаточно свободный. Так, здесь мне хочется нарисовать вот такую линию. И у меня получается, что задняя точка, значит я удлинение плеча выбираю, на сколько мне его сделать. Но давайте сделаем сантиметров на 6. Ну или на 5, ладно, пусть будет на 5. Вот сделала его на 5. Здесь 5 сантиметров и здесь 5 сантиметров. Так, эта точечка у меня и вот эта точечка получилась. Теперь я обязательно расширяю пройму. Здесь допустим сантиметра на 2 и на спинке допустим сантиметра на 3, а то и на 4 можно расширить пройму. Ну и надо ли мне ее углублять? Давайте все-таки немножко углубим. Хотя увлекаться этим не будем. Вот до сих пор хочу ее сделать. Углубление сделала. И попытаюсь сейчас нарисовать эту вот красивую, так сказать, пройму. Более похожую на что-то реальное. Значит вот теперь у меня ограничители по пройме какие. Вот так. Вот так. Пытаемся. Так. Вот здесь получается красивая линия. Так. А здесь? А на спинке хочется ее еще пошире сделать. Ну давайте и сделаем, чтобы эта линия была приличной. На спинке вот так. Вот смотрите какая у меня пройма нарисовалась. Уже более-менее. Еще что мне хочется сделать. Еще я иногда опускаю вот эту конечную точку проймы на 1-1,5 сантиметра. И тогда у меня вот в этой точке P1 образуется прямой уголочек. И здесь образуется прямой уголочек. На спинке этого делать не нужно. Вот такая у меня получилась картинка. Вот эта пройма уже похожа на что-то такое основательное. Значит удлинение вот это излишнее убираем. Измеряем вертикальный диаметр проймы. Для этого конечные точки соединяем. Находим серединку этого отрезка. И эту серединку соединяем с боковым швом. У меня 27 сантиметров. Это вертикальный диаметр проймы у нас получился. Дальше. Мне надо знать для рубашечного рукава длину передней и задней половинки проймы. Сейчас я буду ее крутить. Очень трудно конечно вот так вот измерять. Но мне надо сделать это как можно точнее. Так, 28, 32. На спинке я увидела 32. Посмотрим, что я увижу на полочке. Так, 5, 8, 24. Вы не поверите, тоже 32. К счастью. Это мне нравится. То есть рукав у нас будет симметричный. Когда длина 32 и длина 32, то рукавчик получается симметричный. Но про рукав мы поговорим немножко позже. А сейчас я все-таки должна выйти на те прибавки, которые у меня есть. И мне даже в этом случае не захотелось сделать отведение шва, вот этого вот отведения шва на выступающий животик. Сейчас мы это отобразим за счет рельефов. Значит, вот здесь я выбираю место для своего бачка. Вот в этом месте и на спинке. Примерно вот так. То есть я подстроилась практически под пройму. Под пройму. Дальше. Я сейчас нарисую карандашиком, что у нас получилось, чтобы вы его ярко видели. Или все-таки... Давайте мы все-таки еще отведение добавим. То есть так как у нас есть информация, что у него есть животик, когда есть животик, мы вот эту точку А0 отодвигаем вправо на 3-4 сантиметра. Вот я отодвинула на 4 сантиметра. И от точки Т оформила линию передней половинки вот с таким отведением. Но дальше на 4 сантиметра я должна отодвинуть и свое плечо. Отодвигаю на 4 сантиметра. И горловинка у меня получается вот такая новенькая. Потом сколько у меня здесь было? Так, плечико у меня было вот такое. Ставим карандашик сюда и отодвигаем это плечико. Так, и расстояние у нас от центра было вот такое. Значит, оно должно прийти вот сюда. и я оформляю новенькое плечо. Так, и с наклоном вот так. Ага, и оно стало у меня поменьше, чем спинка. То есть длина теперь у меня немножко изменилась. Ну и что? Давайте я вам обведу окончательный результат уже того, что мы не будем менять. Так. Драма у нас будет в нескольких действиях. Ой, виноват. Вот здесь не нужно было мне проводить. И пройма наша. Пройма наша теперь пойдет. Ну, как-то. Как-то вот так. Вот смотрите, чтобы уравновесить длину передней и длину задней половинки, я на спинке тоже наклоню на полтора сантиметра. Вот здесь у меня было полтора сантиметра, да? И здесь я тоже наклоню. И оставим. Вот так. И тут будет горловина. Вот какая у нас картинка получилась. Значит, я так подозреваю, что теперь у нас не 32 и 32, а будет, наверное, 31. 31 и 31. То есть все стало поменьше. Запомним это. Потом к рукавчику вернемся, мы сделаем. Теперь возвращаемся к самому главному у мужчин. Нам нужно обязательно мальчикам выполнять отведение среднего шва спинки. Делается на талии 2 сантиметра. Вот здесь. На талии откладываем 2 сантиметра и рисуем средний шов спинки вот таким вот образом. Здесь 2. Вот в этом месте у нас. Теперь я рисую как бы вот этот вот бачок. Бачок я сделаю немножечко как бы с таким прогибом. Он у нас хоть и будет практически прямой, но я все равно сделаю ему вот такой бачок. Теперь вот это все я должна отодвинуть на 2 сантиметра. Даже 2,5 отодвину. Вот так вот нарисую. И длина вот этого отрезка от талии до проймы вот здесь вот одинаковая. Видите, они у меня одинаковые по длине. Вот куда этот бачок переедет. Вот это надо все убирать мальчикам. Теперь то же самое я должна сделать. На спинке у нас был, например, мы выбрали вот такой вот, вот такой вот бачок. Так. Я его тоже должна вот здесь вот убрать. На 2, даже на 3 сантиметра вот так вот уберу. И теперь вот эту линию. Вот видите, вот эту точку. Берем отсюда 32, чтобы она нам не мешала. Пересечение выбранной мною линии с проймой, вот эта точка, она тоже отодвигается вправо. Вот если здесь я отодвинулась на 2,5 сантиметра, то на спинке я должна тоже отодвинуться на 2,5 сантиметра. Вот так вот сюда. Но конфигурация вот этой линии должна сохраниться. Смотрите, я обводила вот этот вот фрагмент. Так, так. Теперь я двигаю эту точку вот сюда и наклоняюсь вот туда, в ту точку. Вот так у меня будет выглядеть линия. И здесь идет наложение ткани друг на друга. Вот в этом месте. Так, давайте, чтобы нам не запутаться, вот эту точку мы тоже двигаем вправо, в сторону спинки на 2,5-3 сантиметра. И цветным карандашиком начинаю рисовать. Значит, вот эта линия бочка, вот этот кусочек, который был у нас вот здесь, переезжает вот сюда. Так, а вот этот кусочек, который был у нас на спинке, вот так, переезжает вот сюда. Вот так. И я уже четко вижу свою линию бочка. Вот наш бочок. Теперь надо с низом разобраться. У человека выступ живота, и вот тут большие лопатки. Значит, что я предлагаю сделать? Я предлагаю сделать пока вот эту линию прямой, а вот эту линию я как бы хочу еще развернуть, добавить. То есть, вот эту линию сделать прям вот такой вот. Вот так хочу бочок сделать. Потому что они сойдутся, животик еще больше активируется. А на спинке что у меня? На спинке параллельно вот этой линии рисую продолжение вот этого бочка. Так. И проверяю бедра. Значит, я по бедрам хочу, чтобы у нас было 52,5 плюс 12, 54 сантиметра. Что у нас сейчас есть? 24,5. А у меня... А, 64. А у меня 67. 52 и 12, 64. А у меня 67. 3 сантиметра у меня лишними. Вот сюда вот их уберу. И тогда вот эта линия будет выглядеть у меня вот так. Ну и чтобы у меня все совсем подружилось, значит, я рисую бочок. Вот эта мне линия нравится, я уже менять его не буду. Смотрите, вот эта линия ровненькая. Вот эта линия ровненькая. А здесь мне надо оформить красивый переход. Вот так. Так. Что у меня здесь? Здесь 3 сантиметра. Здесь 2 сантиметра. И наш бочок выглядит вот так. Полочка как у нас выглядит? Давайте вот этим коричневым цветом я нарисую полочку. Она выглядит у нас вот так. А вот теперь со спинкой. Смотрите, не принято шить здесь выточки. Хотите, можете эту выточку сшить, оставить и забыть о ней. Но я бы ее сделала все-таки в кокетку. Вот так вот восстановите перпендикуляр. Вот сюда. Теперь из этой точки перпендикуляр к сгибу. Вот сюда. И закройте эту выточку. У вас получится кокетка. Как будет спинка выглядеть? По спинке у пуховика вот здесь шов делать нельзя. Поэтому делайте вот здесь сгиб. Видите, линию делаю прямую совершенно. Отведение повторяю 2 сантиметра. Так, и уходим красиво вот сюда. Ну вот, собственно говоря, и все. Мы построили. Давайте проверим прибавку по груди. Так, 27, 44, 70. Смотрите, прибавка по груди 70. О, вернее, ширина сетки 70. Мы 2 сантиметра прибавляли. 54 и 16 будет 70. Все хорошо. Все это нам нравится. Значит, вот это еще разочек говорю. Это наложение бумаги друг на друга. Вот так вот. Вот этот кусочек. Это наложение бумаги друг на друга. Так, вот это все мне понравилось. А вот это как бы боковой шов. Точечка по боковому шву. Ну вот, и сейчас мы переходим к построению рукавчика. Сделаем перерыв.